Всех приветствую! С вами канал Азбука Радиосхем. В одних из предыдущих видео мы уже затронули тему импульсных блоков питания DC-DC преобразователей. Ну, сразу же начали поступать вопросы, где взять трансформаторы, как их разобрать. Можно, конечно, купить их в магазине, продаются как наборы конструкторы, но это не наш метод, мы пойдем другим путем. Если посмотреть вокруг, нас окружает куча старой электроники и практически в каждой из них есть импульсный блок питания, который вы уже не используете, можно разобрать и использовать его дальше, перемотать на другое напряжение. Допустим, у вас было напряжение 12 вольт, вам надо получить больше, стоит перемотать только вторичную обмотку и цепи обратной связи изменить. Или вообще можно использовать эти трансформаторы для других своих целей, делать какие-то другие поделки. И главная задача, как разобрать этот трансформатор так, чтобы он был целый, перит не поломался и потом его также можно было легко собрать. И еще одна из главных задач, не повредить сам каркас, куда мы будем наматывать наши обмотки. В интернете методов и советов дают много, каждый рассказывает о том, как он это все делает. Я также перепробовал много вариантов и остановился на дном, уже давно остановился и пользуюсь в последнее время без никаких проблем. Сразу скажу, не экспериментируйте, размачивайте какими-то растворителями, потому что, как правило, потом поведет у вас каркас катушки, его будет потом трудно собрать. Растворитель очень сильно влияет на пластик. Также не грейте фенами, не грейте на утюгах, в общем-то, ничем не нужно его греть, чтобы разобрать. Все эти нагревания слегка размягчают, конечно, клей, но потом он становится еще более крепкий. Если вы даже и разобрали, потом начнете собирать, этот клей, как правило, мешает. В общем-то, этот метод тоже не подходит. Я вам сейчас расскажу действительно реально рабочий, простой метод, который я использовал много-много раз. И вы, если попробуете, вам тоже понравится. Для этого нам нужна любая емкость. Все зависит только от размеров вашего трансформатора. Если трансформаторы небольшие, мне, допустим, частенько приходилось переделывать блоки питания от старых тюнеров. И вот я брал баночку из-под пива, обрезал ее по кругу, получалась хорошая емкость для того, чтобы дальше ее использовать для разборки трансформатора. Наливаем в эту емкость воду и ставим ее на нагревательный прибор, на газовую плиту или на электроплиту, в общем-то, кому куда удобно, хоть на костер ставьте. Ложим туда трансформатор и доводим до кипения. Можно сразу кинуть в кипящую воду и потом проварить это все несколько минут. Пинцетом достаем трансформатор. Конечно, желательно иметь какие-то перчатки рабочие, чтобы трансформатор горячий, он нагрелся до 100 градусов. Также нам нужен будет канцелярский или какой-нибудь другой нож, это для того, чтобы поддеть, допустим, вот эту изоляцию, как правило, желтую, которая стягивает этот трансформатор. И также, чтобы потом раздвинуть две половинки феррита. Разбираться он будет очень легко при воздействии горячей воды на клей. Он, как правило, отстает от самого трансформатора. Его потом очень легко снять и чтобы он вам больше не мешал. Вынимать феррит из картошки нужно не спеша, с двух сторон по очереди, потихоньку раздвигая его, чтобы не сломать. Даже если вы случайно первый раз сломаете этот феррит, его можно легко склеить суперклеем. Ну, потренируйтесь на каких-то ненужных трансформаторах. Я думаю, у вас это получится. Может, один-два вы испортите, а дальше будет идти как по маслу. Вы будете их щелкать, как орехи. Бывает такое, что вы достали уже трансформатор из воды, начинаете его разбирать. Вроде бы он сначала пошел, а дальше не разбирается. Ничего страшного. Опять ложим его в воду и опять немножко провариваем. Дальше он разберется без проблем. Как перемотать трансформатор? Это уже тема отдельного видео. Там нужно рассчитать количество витков. Хотя, в двух словах сразу скажу, вы можете, если знаете напряжение питания, напряжение на вторичке, которые были, можете, разматывая катушку, посчитать количество витков и пересчитать на то, которое вам нужно. Это один из простых методов, хотя есть для этого специально калькуляторы, формулы и так далее. Надеюсь, что это видео вам пригодится, а также понравилось. Если понравилось, то чтобы поддержать мой канал, поставьте лайк. Также поделитесь этим видео. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. И также не забывайте про мой телеграм-канал. Он имеет такое же название. Азбука радиосхем. Зайдите на него, а также подпишитесь. Всем пока.